Теперь коснемся вопроса организации знакомств по диадному признаку, то есть по признаку максимальной совместимости вас в паре. Когда люди находят дополняющих людей, они становятся сильнее. Почему? Потому что твоя психика, она развита неравномерно, она развита не так, как у твоего дополняющего тебя человека. И даже больше я скажу, что ваши тимы, тип информационного метаболизма, ваши психики и дополняющего вас человека, они обоюдно дополняющие вас. И они обоюдно раскрывают множество различных аспектов окружающего мира, которые вы не способны охватить своим умом. Почему? Потому что именно дополняющий тебя человек дает тебе то разнообразие, понимание этого мира, которого тебе не достает, которого в тебе нет и которое ты не можешь воспроизвести своим умом. Эту картину мира дает тебе именно дополняющий тебя человек. И здесь уже на вечеринке знакомств, когда вас окружают дополняющие вас люди, вы общаетесь с ними, вы просто выбираете человека стилистически схожего, ценностно схожего с вами, с которым вы сможете сварить кашу, с кем вы сможете вместе сработаться и ужиться, скажем так. Для этого нужно оттачивать свой стилистический вкус, нужно общаться с большим количеством дополняющих вас людей. Много коммуникаций нужно интровертам со своими экстравертами дополняющими. И экстравертам нужно немножечко погружаться в себя и в свой мир, какие-то вещи осознавать о себе, воспринимать о себе по-новому. Потому что интровертированный тип, он больше погружен в себя, он меньше коммуницирует, скажем так, с окружающим его миром. И, скажем так, для интроверта требуется большее погружение во внешний мир с точки зрения его дополняющего экстраверта. А, соответственно, с точки зрения интроверта, его дополняющий экстраверт должен некоторым образом, в некоторой степени, немножечко погружаться в детали. Он никогда не сможет, конечно, погрузиться полностью во все детали. Это невозможно. Нельзя переделывать человека. Это и не нужно. Соционика как раз-таки такой мощнейший инструмент, который объясняет всем людям, что не нужно переделать своего партнера. Наоборот, нужно понимать, как устроен ТИМ, тип информационного метаболизма, психики твоего дополняющего человека, чтобы как раз-таки не перегружать его своими требованиями к нему. Требования оставьте для себя. Все ваши требования, которые рождают ваш ум, эти требования только для себя, но не для дополняющего тебя человека. И это очень сильно касается особенно экстравертов, которые очень плохо как раз-таки видят вот эти все тонкости, всю вот эту глубину устройства человеческой психики. И они и так очень нараспашку, очень размашисто общаются. И они настолько не могут погрузиться в эти все детали. Просто потому что они не предназначены, их психика не предназначена на то, чтобы погружаться во все эти детали. Вот эти все разные аспекты нужно учитывать, когда мы знакомимся со своими дополняющими людьми. Для того, чтобы у нас состоялось что-то вместе, настолько нужно дополняющим людям идти на взаимные уступки, и настолько нужно полюбить дополняющего тебя человека, чтобы принять его таким, каков он есть, со всеми его ценностями, со всеми его взглядом. Не каждый, конечно, дополняющий тебя человек тебе подойдет. И для того, чтобы это понять, нужно много общаться с дополняющими вас людьми. И нужно это все выявлять и оттачивать стилистику своего личного вкуса. Ну, потому что дополняющий тебя человек – это как такой сорт твоего личного наркотика. Потому что все-таки обмен химией происходит между людьми. И химия между людьми должна быть максимально совместимой, сочетаемой, вкусной и кайфовой. То есть это не значит, что абсолютно все, что говорит или делает для вас, или даже против вас иногда, дополняющий вас человек, оно должно приносить только удовольствие. Нет. Дополняющие отношения могут очень даже сильно ранить. Но только дополняющий человек может тебя так исцелить, и так тебя взбодрить, или так тебя поставить на место, если это надо, как никто другой. Нужно просто понимать вот эти все нюансы, вот эти все, скажем так, особенности взаимодействия со своими дополняющими людьми. И, соответственно, притираться, погружаться в мир друг друга. И это возможно только благодаря обоюдной, взаимопроникающей любви друг к другу. По сути дела, ты становишься, когда дуализируешься, ты становишься нечто средним, какой-то такой амебой. Ты уже не ты, и ты уже такой человек, который ты не знаешь уже, кто ты. Почему? Просто потому, что ты некоторым образом растворяешься в тот мир, с которым тебе приходится жить. Но опять-таки, вот это слово «приходится» ты же сам выбираешь человека, с которым ты живешь, дополняющий тебя человек. А его мир совсем другой. И вот эта особенность, в этом как раз и любовь между дополняющими людьми, в том, что ты реально выбираешь его мир для себя. Ты реально выбираешь этот мир всегда рядом с собой. Ты его не можешь уже выкинуть, этот мир, мир этого человека, куда-то на мусорку, на свалку. Просто потому, что ты полюбил этого человека, ты выбрал мир этого человека, следовать всю жизнь вместе с этим человеком. Поэтому в этом вопросе тропиться не стоит. Конечно, кстати, экстраверты очень много выходят замуж, женятся. И потом они довольно много и часто разводятся. Интроверты в этом смысле им посложнее. В этом смысле им посложнее немножечко, скажем так, оставлять свои отношения. Но там много разных нюансов. И этим видео я просто хочу вас пригласить на вечеринки знакомств. В любом случае вам нужно хорошенечко общаться со своими дополняющими людьми вашей возрастной группы. Все-таки примерно вот этот разбег в 10 лет у нас возрастные группы 20-30, 30-40, 41-50, 51-60, 60 лет и старше. Вот 5 возрастных групп у нас. Все-таки лучше, более комфортно и более качественно все-таки будет общение со своей возрастной группой. Но все-таки больше статистика об этом говорит. То есть все-таки больше. Конечно, есть ситуации такие, что разновозрастные люди, дополняющие друг друга, могут очень довольно-таки классно жить. Просто потому, что у них замечательная совместимость и комплементарность, сочетаемость их миров, она настолько глубокая, что ты ее не находишь с людьми своей возрастной группы. И поэтому люди живут в семьях таких, как Галкин с Пугачевой или как вот этот Росомаха, да, со своей женой забыл, как его зовут. Ну вот этот Логан, который в фильме, да. Вот, ну, в общем-то, таких примеров, ну, есть они, то есть, да, то есть нельзя сказать, что их очень много, таких разновозрастных браков, но, тем не менее, они есть. Вот, они есть. Ну, даже основатели ислама, у них разница в возрасте была, у Мухаммеда, да, с его женой примерно 20 лет. Практически 20 лет была разница. Вот. И, скажем так, в жизни вот эта комплементарность, совместимость, сочетаемость, она очень важна. Конечно, лучше, если она есть в вашей возрастной группе, но если ее нет в вашей возрастной группе, мы, ну, не будем противиться тому, чтобы вы встречались с людьми старше или младше вас, там, даже на 20 лет, допустим. Есть примеры, где и по 30 лет разница, даже, может быть, и по 40 лет, может быть, есть такая разница. Ну, в общем, это выбор за вами. Самое главное, чтобы вот эти миры людей, чтобы они были очень хорошо сочетаемы между собой, чтобы они хорошо могли склеиваться друг с другом. То есть там должен быть запас клейковины и способности жить вместе, несмотря ни на что, вопреки даже многим вещам. Вот. И любовь будет склеивать больше и больше ваши отношения. Ну, и, соответственно, чем больше любви, чем больше дуальных, дополняющих отношений в обществе, тем больше крепких семей, тем здоровее государство и крепче, могущественнее и генофонд лучше, и жизнь более качественная. Вот для чего мы делаем вечеринки знакомостей. Добро пожаловать на ваши вечеринки знакомостей. До свидания.